Музыка Меня зовут Альбина Веймер, директор турцентра «Золотой караван», председатель ассоциации внутреннего и въездного туризма Жамбульской области, директор детско-юношеского туризма Казахстана. В туризме действительно я уже давно, это моя жизнь, это то, чем я занимаюсь с любовью и то, чему отдаю всю душу и сердце. История моя становления в туризме тоже необычайная, как, наверное, и жизнь. Я родилась в этом прекрасном городе, в городе Джамбуле, и я безмерно его люблю. Это исторический город, который насчитывает более двух тысяч лет, который поистине должен стать туристическим. И, наверное, волею судьбы, когда-то моя Ома вышла здесь, в теплушке, измученная, с моим восьмимесячным папой. Я всегда с гордостью говорю всему казахскому народу, я благодарю, что я родилась на этой земле, что я живу здесь, на территории нашего прекрасного южного и теплого города, что именно здесь довелось мне первый вдох, что здесь моя первая любовь, моя школа. Здесь именно то, чем можно гордиться и что нужно дальше развивать и делать туристически привлекательным. Мой папа Фридрих Фридрихович Веймер, в настоящее время его уже нет в живых. Мама украинка. Ома тоже жила уже в Германии последние свои годы. Мама здесь со мной, сейчас ей 82 года, и я очень рада, что в любой момент могу пойти к ней, навестить ее. Я училась в средней школе города Джамбула и совсем случайно попало в Джамбульское бюро путешествий и экскурсий. Вот оттуда начинается моя судьба туризма. И я действительно безмерно счастлива, что так сложились звезды, что совсем не думая о том, что я когда-то стану экскурсоводом или буду работать в туризме. Я застенчивый ребенок по натуре, у меня очень волевой такой был отец, который действительно всегда порядок, всегда в доме, чтобы было все ухожено. Я старшая дочь, у меня брат в Германии Александр и сестра в Алма-Ате. Здесь, на казахстанской земле, на казахской, мне связывает очень многое. Здесь родились мои дети. Старшая дочь сейчас живет в Санкт-Петербурге. Младший сын здесь со мной. Талантливый тележурналист одного из каналов оставила журналистику и теперь работает в агротуризме. Мы создаем агротуризм в Жамбульской области. У меня, наверное, вся жизнь сплошная история. Я рано вышла замуж в 20 лет и через год осталась вдовой с грудным ребенком на руках. И вот в то время, когда было действительно очень тяжело, пошла на курсы экскурсоводов. И с этого вот действительно начинается моя трудовая такая биография в туризме. Это было сложно выбрать или сидеть с маленьким ребенком, или действительно посвятить себе тому, о чем не знаешь. Я повторюсь, что я очень скромная была, такая неразговорчивая. И первую экскурсию я проводила, у меня слезы текли из глаз. Меня очень поддерживала туристическая группа с Москвы. И мужчина мне сказал, вот как ты живешь, так и рассказывай. Этим я всю жизнь, этим лозунгом, приоритетом у меня. В 2019 году по национальной премии «Казахтуризм» я стала лучшим экскурсоводом Казахстана. Я горжусь, что немка по национальности. Я действительно ношу титул лучшего экскурсовода всего Казахстана. Потому что в древнем городе Тарази невозможно быть другим. Открыв свою туристическую компанию, я же раньше работала в Джамбутском бюро путешествия и экскурсии, я проходила по улице и увидела трафареты того, что в Евразийском банке проходит конкурс реалити-шоу «Кредит. История». Нужно было предложить свою идею. Я зашла в кабинку и сказала, я очень хочу, чтобы мой Казахстан стал самым туристическим. Чтобы люди путешествовали по своей стране. И сначала как бы над мной, ну так немножко поиронизировали и сказали, сейчас именно вы думаете о туризме. Это было 15 лет назад, я стала победителем этого конкурса. Ходили автобусы с нашими фотографиями. За меня голосовал Казахстан с идеей открытия туристической компании. И вот вы находитесь в этом офисе, 15 лет назад я открыла туристическую компанию, турфирму «Золотой караван». И вот 15 лет я иду по жизни с идеей открытия туристического именно имиджа нашего Казахстана. Особенно детско-юношеского туризма. Я свято верю, что сегодня путешествующие дети, это завтра внутренний туризм Казахстана. Это именно они поедут со своими детками, со своими любимыми. И именно им предстоит рассказать историю предков своим внукам. Являясь директором турцентра «Золотой караван», все годы я развиваю внутренний туризм. Я за то, чтобы было именно развитие и чтобы люди путешествовали по своей необъятной, красивой стране. Например, на протяжении нескольких лет внутренний туризм не так сильно развивался. И последние события, которые произошли в связи с пандемией, многие остались в своих странах. И именно внутренний туризм должен развиваться сейчас. То, что я и говорю, то, что о том сейчас заявляю, и на уровне министерств и всех остальных вот этих вот каналов хочется сказать. Сейчас пришло время внутреннего туризма. Его нельзя упустить. И турцентр «Золотой караван», которым я владею, вот всячески сейчас к этому идет, создает программы, которые должны быть интересны для людей, путешествующих по своей стране. Маршруты и все остальное. И самое главное, я сейчас делаю пилотный проект агротуризма Жамбульской области. Я считаю, что люди засиделись в квартирах, им нужно на природе смотреть, как расцветает, допустим, яблоня, как она красиво цветет, сбор урожая, у нас пасека, чтобы попить чай с медом, увидеть, как изготавливаются всевозможные войлочные изделия, изделия из серебра, связать экотуризм, этнотуризм и агро. И чтобы люди, отдыхая на природе душой, чувствовали, что страна необъятно красива. У Золотого каравана есть экскурсия от снежных вершин до песчаных барханов. Только на территории Жамбульской области можно потрогать снег и, спустившись вниз, увидеть брачный период черепах в пустыне Маинку. Больше в мире этого проделать невозможно нигде. Если сказать словами Марка Твена, что когда мы состаримся, мы будем сожалеть о двух вещах, что мало любили и мало путешествовали. На всех своих экскурсиях я всегда рассказываю, «Любите жизнь и путешествуйте по своей стране». Я встречаю массу интересных людей, от депутатов до простых людей, которые приезжают к памятнику Айш-Абиби прикоснуться к плиточке, чтобы действительно через несколько месяцев родилась девочка или мальчик. Я свято верю, что действительно мавзолеи наши сакральные. По решению нашего Илбасы, сакральная карта, духовные мавзолеи приносят удачу и рассказывают об истории предков. Проводила экскурсию многим туристам. Особенно запоминающиеся, конечно, остаются в душе. В 2019 году я встречала Далай-Ламу. Он приезжал на территорию Казахстана, это редкость. Это было не совсем афишировано, но выбрал город Тарас. Именно в городе Таразе он провел несколько дней. Люди приезжали к нему со всего, даже не Казахстана, а со всего постсоветского пространства, даже с Монголии, чтобы прикоснуться к его одежде. Он надел мне на шею синий шарфик и сделал благословение. Благословение, наверное, по пути туризма. И вообще очень часто в своей жизни встречаю неожиданных людей. Людей, которые мне дают или бота, или действительно благословляют, или делают вот такие замечательные сюрпризы или пожелания в виде туристических маршрутов. Поэтому мне особенно он запомнился. Я верю, что наша Таразская земля, наша Джамбульская область со временем станет туристической. Как сказал Далай-Лама, у вас замечательный поток доброй энергии. Совсем недавно проводила экскурсию итальянскому профессору, который здесь остался во время пандемии. И он как бы сейчас действительно преподает, и он познакомился с объектами Джамбульской области. Вы знаете, он закончил словами «Сеньора, вы рассказываете лучше, чем в Европе». Я просто горжусь тем, что я сегодня побывала на вашей экскурсии, поэтому от всей души желаю процветания компании и процветания такому замечательному городу как Тараз. Вы знаете, я всегда счастлива, когда туристы с улыбкой, заканчивая экскурсии, у них просветленные глаза, и у них в сердце остается частица моего города и частица моей работы. На территории Джамбульской области 1400 туристических объектов, исторических. Пять из них занесены в ЮНЕСКО. Нам поистине завидуют, и поэтому моя миссия, и моя судьба, наверное, и мое дело – пропагандировать туризм. У нас замечательный мавзолей Айш-Абиби, памятник любви и верности, Карахана, который связан с прекрасной легендой. У нас Ак-Ртас 47 километров – самое загадочное место мира. Ни один ученый не может сказать, что должны были построить. Быть может, дворец Александра Македонского, а быть может, нет. Он занесен в ЮНЕСКО. Сколько еще загадок нам нужно узнать? Здесь, на территории нашей области, раскопки древнего Тараза. Наш город действительно возрождался, как птица Феникс, и опять погружался. Первый, четвертый, восьмой век, одиннадцатый, двенадцатый, и мы сейчас живем в двадцать первом веке, в том городе, который когда-то купцы называли самым красивым городом на Шелковом пути. Это вот, наверное, кратко то, что рассказать о нашем городе. Я бы призывала действительно людей, моих казахстанцев, любой национальности, прежде чем путешествовать в далекие страны, познайте свою. Туризм – это моя жизнь. И так сложилось, что моя семья мне всячески помогает в моей работе и в моем туризме. Мой сын работает сейчас у нас в Яблоневый саду, на шикарные яблоки, которые золотой превосход я возрождаю агротуризм. Он вот именно там, хотя он еще и замечательный экскурсовод после его экскурсии. Люди еще долго вспоминают о впечатлениях. Моя снаха Лейла – менеджер турфирмы «Золотой караван», которая с радостью встречает туристов и рассказывает им как о дальних путешествиях, так и ближайших по экскурсионной программе. Мой муж – подполковник в запасе. Он занят своей определенной работой сейчас, но он всегда помогает мне именно тем, что поддержка – это, наверное, действительно очень важно. И я горжусь тем, что семья со мной рядом. Вы знаете, когда ты работаешь, ты не думаешь о награждениях. Но когда тебя награждают, это действительно очень приятно, когда твой труд оценен. И поэтому первая медаль, которую мне наградили к 25-летию независимости Казахстана – это медаль Джамбула Джабаева. Я награждена почетным значком «Туризма Казахстана». И вот совсем недавно в режиме онлайн министр культуры и спорта наградил медалью к 25-летию Ассамблеи народа Казахстана. Это вообще очень интересно. Первый раз не вживую, а когда тебя награждают онлайн, медаль действительно очень значимая за вклад «Туризма Казахстана» всего. Действительно очень приоритетно, что всех национальностей люди работают в Казахстане. И вот труд Веймера Альбина Фридриховна был вот так оценен. Я благодарна. Если говорить о том, что я немка, я этим очень горжусь. Альбина Фридриховна Веймер – такая у меня звучная фамилия. Ваймер в Германии – это город, где родился Гёте. Я с гордостью несу эту свою фамилию, потомком которой я являюсь. Но я в душе казашка, такая казахстанка. Я очень люблю тои, пляски. Я очень люблю мясо, люблю праздники. Я рожденная здесь, и поэтому восточность остается во мне. Но все-таки остаются обычаи и традиции. Меня воспитывала Ома, и поэтому очень многие обычаи, традиции, как пекут куха. Я делаю очень вкусные штрудели. Ко мне мои подруги всех национальностей приходят. Я знаю эти песни, пою их. Я очень люблю немецкую полечку. С радостью ее танцую. Из-за этого мои казахи присоединяются ко мне вместе, я плясываю. Потому что, наверное, я и по натуре человек веселый. Я люблю как казахские национальные платья, так и немецкие. Поэтому обычаи и традиции казахского народа — это моя экскурсия. Я это действительно рассказываю, несу, но не забывая свои истоки. Мне очень радостно, что когда со мной мои подруги, они мне всегда говорят, «Ты наша немка, у тебя всегда все правильно». Это, знаете, дает какой-то отпечаток моей национальности, вот именно хороший, положительный. Я этому очень рада. Я говорила о том, что я благодарна тому, что я родилась на этой земле, потому что репрессированные немцы ждала у каждого разная участь. И когда раньше казахские семьи принимали немецких детей, те, кто оставались без матерей, я выполняю сейчас свой долг. И у меня есть названная дочь из детского дома, моя казашка, которую я веду. Ее зовут Назам. Я веду ее до свадьбы, когда у нее будет казахская свадьба. Я, как немецкая мама, передам ее в руки жениха. Поэтому продолжаются обычаи традиции, и я этому очень рада. Мы единая национальность. Я всегда говорю, мы казахстанцы. На этой земле мы должны действительно сделать так, чтобы после себя оставить след. И я повторюсь, что, нося эту фамилию, я очень горжусь, что очень много делая по туризму, делает женщина с немецкой фамилией и с таким звучным отчеством, Фридриховна, которые мои многие знакомые с трудом выговаривают, но так его любят. Вообще, я как-то, знаете, не разделяю. Есть иногда у меня подруги ужасно пунктуальные мои казашки. Они прямо ровно могут прийти. Я могу где-то с небольшим опозданием, потому что я восточная такая женщина, но мне, наверное, помогает целеустремленность. Вот в немцах действительно есть педантичность и целеустремленность. Если ты идешь к своей цели, то ты идешь до конца. У меня в жизни много было, где я проливала слезы, хотела остановиться, где-то что-то чувствовала, что если это не так, то возможно. Но я уже сказала, да, что оставшись одна когда-то, с грудной дочерью, все-таки преодолев такое жизненное препятствие, это учит, это помогает, это ты идешь вперед. Вот, наверное, целеустремленность все-таки в моего отца, который был действительно очень целеустремленным человеком, добивающихся своей цели. И поэтому я это и желаю очень многим людям, помогает. И мне, знаете, всегда нравится то, что у нас, казахов и немцев, очень много связывает действительно вот такого дружеского. Ну и, наверное, еще одно качество, и я очень люблю обустраивать свое жилье. Наверное, это осталось во мне от Омы. У меня вот эти всегда белые кружевные занавески на окнах. Я очень люблю все дизайнерство, что-то расставлять, что-то делать в таких красивых формах. И это оставляет свой след. У меня вот яблоневсад, про который я сказала. И там я вот всегда вместе со своей семьей стараюсь наводить такой порядок, чтобы каждое яблоко было донесено до своего покупателя в красивом эстетичном виде. На территории нашей области существует и общество немцев, возрождение. И я поэтому всегда, участвуя во всех всевозможных праздниках, во всех мероприятиях и совещаниях, стараюсь помочь всем, чем могу. Я состою в активе этого нашего общества. Я всегда отзываюсь. И вот знаете, мне так радостно, когда всевозможные праздники. Я очень люблю Рождество. У меня это с детства, наверное, осталось. Я его так безмерно люблю, и поэтому всегда помогаю в этих праздниках. И люблю и поприсать, привезти туда деток, где-то что-то поучаствовать. Если где-то вот именно у нас какие-то праздники или осенние, или еще что-нибудь, то участвую в них всегда. И мне это, вы знаете, такое вот чувство радости, потому что все-таки немецкие корни, они остаются. У меня папа был прямо такой немец. И я, когда проходит очередной праздник, я все время думаю, какая интересная жизнь. Живя здесь по-восточному, я все равно очень люблю учту обычаи и традиции немецкого народа.